В этом году исполнилось 105 лет со дня мученической кончины царской семьи и преподобно-мученице Елисаветы Фёдоровны Романовой, а также верных им людей. В храме во имя святых царственных старстотерпцев Спасского женского монастыря города Ульяновска были совершены божественные литургии и молебен преподобному Сергию Игумену Радонежскому и преподобно-мученице Елисавете Фёдоровне. Преподобно-мученице Елисавете Фёдоровне Романовой По окончании богослужения в конференц-зале Игуменского корпуса Спасского женского монастыря прошёл круглый стол, на котором вспомнили жизнь и особое служение преподобно-мученице Великой Княгини Елисаветы Фёдоровны Романовой. Немка по происхождению Елисавета Гессендармштадтская вышла замуж за великого князя Сергея Александровича Романова и стала российской княгиней. После посещения с мужем Иерусалима она приняла православие. Трагическая смерть мужа от рук террориста разделила её жизнь на до и после. Великая княгиня основала Марфомариинскую обитель, став настоятельницей этого монастыря, прославившегося делами милосердия. В 1918 году её жизнь мученически оборвалась в Лапаевской шахте, куда её вместе с другими представителями династии сбросили большевики. В 1992 году вместе с мученицей Варварой, сестрой милосердия, не покинувшей настоятельницу в минуты ареста, Елисавета Фёдоровна была канонизирована Русской Православной Церковью. Организаторами круглого стола стали региональное отделение Императорского Православного Палестинского общества и Симбирская епархия. Через такие круглые столы, через работу с педагогами, которые сегодня были на нашем круглой столе, с Красным Крестом, с членами ППО, мы бы хотели не просто, ну скажем так, ещё раз вспомнить о её жизненном пути, но и её примером зажечь сегодняшнее поколение, современное поколение, как малхладных людей, так и взрослых людей, чтобы от её жизненных подвигов ежедневных мы обязательно что-то взяли и применили здесь сегодня. Во встрече, посвященной преподобному ученице Елисавете Фёдоровне, приняли участие действительные члены регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества, педагоги, жители города и участники движения «Симбирская православная молодёжь». Приветственное слово председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергея Степашина озвучил руководитель младёжной секции Московского отделения Императорского Православного Палестинского общества Эдуард Шабуневич. Затем состоялся просмотр фильма о великой княгине Елисавете Фёдоровне Романовой. На круглом столе прозвучали доклады, посвященные фактам из жизни преподобной мученицы Елисаветы Романовой. Главный редактор историко-краеведческого журнала «Мономах» Ольга Шаипак рассказала об истории и деятельности Марфы Мариинской обители, где сегодня продолжается дело милосердия, начатое святой Елисаветой Фёдоровной. И то, что делала она, продолжается сегодня и продолжается в многократном размере. Сейчас обитель работает, помогает раненым, помогает сиротам, вдовам, матерям. То есть это и благотворительная помощь, и духовная помощь. И мне очень хотелось сказать присутствующим о том, что имя Великой Княгини не случайно сейчас так... Ну, популярно это неправильно сказать с точки православной, но оно важно, нужно, и Господь как бы нам это имя возвращает. Сотрудник церковно-исторического отдела Симбирской епархии краевед Ольга Новосад подготовила сообщение о том, как было организовано паломничество на святую землю и Симбирском отделении ИППО. Много можно найти связи в действии православного общества вообще всей Российской империи с Симбирским отделом. И мне было интересно проследить эту связь. И самое интересное, что эта связь не прерывается, что она продолжается до наших дней. Есть масса примеров этому. Все участники конференции получили в подарок от Спасского монастыря книги Людмилы Куликовой «Крестный путь преподобно-мученицы» благоверной великой княгини Елисавета Феодоровны на Аллопаевскую Голгофу. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. В небольшом селе Подлесное Майнского района Ульяновской области проживает около 1200 жителей. Сегодня здесь происходит большое и радостное событие – освящение митрополитом Симбирским и Новоспасским Лонгеном храма в честь Рождества Христова. Выглядит он не совсем обычно, поскольку здание церкви являлось когда-то купеческим домом. Владыка Лонген отметил, что зачастую в таких маленьких селах, где нет возможности построить новый храм, приходится служить в переоборудованных помещениях, бывших совхозных управлениях, столовых, сберкассах. Но в ходе великого освящения даже прежде обычный дом становится настоящим храмом. Во время этого чинопоследования мы молимся о том, чтобы Господь из обычного здания сделал бы селение славы своей, чтобы это было место молитвы, чтобы это было место, куда человек приходит и где он встречается с Богом. Прежде всего эта встреча происходит в человеческом сердце. Происходит тогда, когда человек участвует в таинствах церкви, и особенно в таинстве истоведи, и святого причащения. Когда-то в этом селе, которое называлось Тагаевская подлесная слобода, находился каменный храм, построенный дворянином Алексеем Кандаловым. Главный престол в холодном храме был освящен в честь Рождества Христова. Престол в теплом храме в честь казанской иконы Божией Матери. В советское время этот храм был разрушен до основания. В 2019 году храм-часовню в честь Рождества Христова начали обустраивать в здании дореволюционной постройки в купеческом доме XIX века. В этом здании раньше жили местные жители. Судьбу я сейчас это слово сказать не могу, потому что, насколько я помню, они проживают в городе Москва. Но когда здание было передано, внук того, так скажем, хозяина был здесь, приезжал и одобрил вот именно эту передачу. И всячески как-то помогал даже, может быть, где-то финансово. Как отмечают жители Подлесного, необходимость в храме возникла давно. В деле его устроения помогали всем селом. Приехали, посмотрели это помещение. Здесь была разруха, то есть разрушенный треснутый фундамент, обшарпанные стены здания, внутри тоже неприглядный вид. И поэтому вот эти все работы приходилось делать с самого нуля. Население откликнулось. Кто мог, помог деньгами, кто мог, помогал своими руками. Владыка рассказал прихожанам о последовании чина великого освящения, в ходе которого в алтаре храма утверждается престол, где будет совершаться главное таинство православной церкви – таинство Евхаристии. Престол и стены храма окропляются святой водой и помазываются миром. В основании престола закладываются мощи святых мучеников. Архиерей, совершающий освящение, обращается к Господу, имеющему престолом небо, подножием землю, и молятся о том, чтобы Бог не спасал своего святого духа и избрал этот храм своим жилищем. Священнослужители и прихожане прошли крестным ходом вокруг храма. Затем Владыка Лонгин совершил первую божественную литургию в освященном храме. По окончании божественной литургии Владыка Лонгин обратился к прихожанам и призвал их как можно чаще посещать богослужения и принимать активное участие в приходской жизни. Берегите храм, любите храм, ходите в него. Надо ходить в храм, надо обязательно соблюдать посты, молиться, исповедоваться, причащаться, быть церковным человеком, быть христианином. Но быть христианином – это не только ходить в храм, причащаться и соблюдать посты, читать молитвы. Быть христианином – это значит быть особым совершенно человеком, добрым, отзывчивым, ласковым, щедрым, независливым. Дай Бог, чтобы пусть и с трудом, пусть и не просто, и не сразу, но нам бы удавалось хотя бы чуть-чуть в своем сердце возрастить вот эти вот качества. За активное участие в строительстве и благоукрашении храма Владыка Лонгин сердечно поблагодарил всех помощников-настоятеля и благотворителей. Медалью святого блаженного Андрея Симбирского третьей степени был отмечен староста храма Геннадий Владимирович Михеев. Все село обратилось ко мне, Геннадий Владимирович, только ты можешь здесь построить этот храм, возродить. И вот он, по-настоящему, храм готовый. Конечно, меня беспокоит еще много тут делов, пока еще храм как бы сиротой находится. Изгородь, изгородь, это главное изгородь, понимаете. Когда мы сделаем изгородь, вот и до, вот с этими стумбами, он будет намного лучше выглядеть. Владыка раздал всем собравшимся на богослужении книги священного писания Нового Завета и иконы Рождества Христова. После праздничной службы состоялась общая трапеза, подготовленная прихожанами храма. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Строительство храма при исправительной колонии номер 8 города Ульяновска было начато по инициативе и руками самих заключенных. Оно велось на протяжении четырех лет, и вот, наконец, настал тот день, когда построенная церковь при исправительном учреждении полностью готова для совершения чина великого освящения. Для церкви всегда имеет очень большое значение открытие нового храма. Это еще одно место, где совершается божественная литургия, это еще одно место, где человек встречается с Богом. И для тех людей, которые находятся в местах заключения, это очень важно. По крайней мере, для тех из них, кто верит в Бога или кто приходит к вере, находясь уже здесь. Необходимость наличия православного храма при исправительном учреждении подтверждает также руководство исправительной колонии. Храм получился достаточно красивый, соответствует всем современным требованиям. Поэтому осужденные смогут постоянно посещать храм, молиться, защищаться, быть ближе к Богу. И тем самым осужденные, более, скажем так, дисциплинированные, кто посещает храм, более уже надеются на Бога и стремятся к быстрейшему освобождению. То, что храм освящен в честь иконы Божьей Матери, споручница грешных, имеет глубокое значение для самих заключенных. А храм построен в честь споручницы грешных, иконы Божьей Матери. Осужденные сами выбрали. Когда пришли, они сказали, батюшка, ну мы же грешные. Поэтому нам как раз покровительница нужна, которая бы заботилась о нас. Поэтому это и знак покаяния самих осужденных, и признания своих ошибок, ну и, конечно, труд, который выразился в храмовом здании. 14 июля, в день памяти святых бессребленников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших, митрополит Симбирский Новоспалский Лонгин совершил великое освящение храма в честь иконы Божьей Матери, споручницы грешных, на территории исправительной колонии номер 8. Вокруг храма был совершен крестный ход. Затем митрополит Лонгин совершил божественную литургию в освященном храме. По окончании богослужения Владыка Лонгин поздравил всех присутствующих. Благодарю всех вас с состоявшимся великим освящением этого храма и с тем, что теперь в колонии есть свой храм. Храм освященный, действующий, в котором, я убежден, будет регулярно совершаться богослужение. Конечно, не так часто, как это совершается в храмах в городе, но будем стараться, чтобы это было регулярно, так, чтобы каждый желающий мог бы здесь и помолиться, и получить утешение, и поддержку, и помощь, и лучше ознакомиться со своей верой. Все участники богослужения получили в подарок от митрополита Лонгина Евангелие, молитвословы и иконы Спасителя «Спас нерукотворный». Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова